Зеленогорский парк 150-летний юбилей со дня рождения русского писателя и художника Леонида Андреева отметили в танцевальном павильоне Зеленогорского парка. 12 лет своей жизни писатель прожил именно в курортном районе на берегу Черной речки в поселке Вамельсу. Здесь у него был большой дом, и здесь он творил. К нему приезжало множество знаменитых современников. Этот дом был известным в Петербурге литературным салоном. И к Андрееву приезжали, здесь гостили, читали свои произведения или гуляли вдоль залива такие известные писатели, как Бунин, Вересаев, Сергей Овценский, Сологубский, Талий, Челков, Зайцев, Горький. Здесь бывали все. Но что говорить об Александре Александровиче Блоке, если в его дневниках визиты к Андреева упоминаются аж шесть раз. Эта земля одухотворена теми людьми, которые создавали здесь вот ту русскую культуру, на основах которых сегодня держимся мы. Леонид Андреев, родоначальник русского экспрессионизма, был ярким образцом гениальности, которая соседствовала с безумием. Чего стоит одна только проверка собственной силы воли, когда, будучи юношей, Андреев лег между рельсов перед приближающимся поездом, но остался невредим. Или чуть позже, в 23 года после любовной неудачи, писатель пытался покончить жизнь самоубийством. Последствием неудачного выстрела был порог сердца, который затем и вызвал смерть в 48 лет. Что же касается гениальности Леонида Андреева, то, как говорится, талантливый человек талантлив во всем. Леонид Андреев сам иногда не понимал, что в нем первоначальник, что в нем лежит изначально. Он в своих фабриотах очень много писал о пристрастии в живописи, и на одной из открытых он писал. Последствием, когда я задаюсь к вопросу, какое мое подлинное призвание – художественное чистое или писательство? Из-под его пера вышли десятки рассказов, несколько романов и повестей. Он увлекался прорывной по тем временам цветной фотографией и писал картины. Недюжинный талант художника, кстати, проявился еще в детстве. Один раз он разноцветный карактаж, нарисовал по той стороне бумажного угля. Настолько удачный, что в сумме отец-запор изменял этот роман, а на нем мастеристы, как маленькие. Но когда при лампе увидел, что не зависло на обратной стороне, то реагировал хорошо в сын, когда этот отец уезжал в этой карте в государственное преступление – подделку денег. 150 лет – круглая дата, но день рождения писателя на самом деле летом. Почему же тогда юбилей решили отметить зимой, почти перед самым Новым годом? К сожалению, у нас пандемия. И мы несколько раз уже переносили это мероприятие, посвященное Андрееву, с лета, с основной даты. Сначала на октябрь, а теперь уже на декабрь. Но что делать? Любители его творчества и все краеведы все равно приедут сюда, чтобы и почтить память, и послушать новые исследования, которые касаются нашего земляка Леонида Николаевича Андреева. Танцевальный павильон Зеленогорского парка, как место встречи поклонников творчества Леонида Андреева, выбрано не зря. Тому есть веская историческая причина. Зеленогорский парк культуры и отдыха – это место, где собираются все, кто не безразличен к русской культуре. И так было всегда. И Леонид Андреев здесь, в театре, который стоял на берегу Финского залива, и в котором давались легендарные постановки, не единожды был. И поэтому по аллеям этого парка проходили ноги Леонида Андреева. Здесь он читал фрагмент со своего спектакля «Жизнь человека». Здесь он участвовал, конечно, зрителям во всех постановках в Селдоймильче Мерхольда. И земля эта, сегодняшнего Зеленогорского парка, помнит Леонида Андреева так же, как и помним его мы.